Сегодня у нас уже 17 сентября, надо ли мне снимать вот эту наклейку-то от клеща, надо? Надо, да. Ну, давай тогда снимай, внимательно тут смотреть надо. Сегодня баня будет, да в бане-то можно идти мне? Откуда я знаю? А? Я же не врач, откуда я что знаю? Да и врач, врач у меня тут не касался, Грибанов. А кто тут у меня был? Ну да, Грибанов Иван. Давай. Так. Сегодня вот здесь 17 сентября, уже сколько я тут, это? Голова клеща осталась там, и вот ее выпаривали. Утром соленая вода, на полстакана ложку столовую, теплая. А вечером, как называется лекарство-то какое-то левое там? Лево-меколит. Задирает. Это... А чем не пользуется? Слышишь, отдирается как плотно. Яд вытягивает. Посмотри, что там. На свет встаньте, на свет. Давай, на свет. Хорошо. Нормально. Что там? Нормально все. Нормально, да? Да, да, да. Тут теплая вода вокруг надо обтереть, а то клейка-то... Так помоетесь и оботрется у вас. Нет, сейчас мне надо. Майка-то прилипляется. Что прилипляется? Ну там краснота, зеленку прижечь лучше. Он все время протирал их от Иван-то. Ну, маленько. А что она у вас прилипнет? Она у вас не прилипнет. Что она у вас прилипнет? Не прилипнет. Нет, нет. Вот, смотри. Попутно сказать. Вот, это кожа, говорит, какая, как у воробья на коленке. Вот, вот я вдвое свел. Вот сколько получается? Сантиметр. А? Сантиметр. Сквадра. Сантиметр? Сквадра. Между пальцами. А, и того меньше. Какой сантиметр, три мегрета? Ну, так видно, нет? Видно. Сантиметра, по-моему, нету тут. Какой сантиметра? Метра. А, может быть, 12 миллиметров. Когда в одну, это 6 миллиметров на коже. Ну, вот, как у меня это. Сколько у меня? 64 килограмма, кажется. Был метр 72. А то сейчас замерили, метр 68 уменьшилось. Ну, и вот и все. А то не знают, как убрать лишний вес. В рот не ложи. Лишний вес по четырем причинам. Вот в Америке где-то я считал 64 процента с избыточным весом. И ожирение, это уже не избыточный вес, а смертельный. Там еще процентов сколько? Может, было 20. Я был в Америке, видел. Почему? Первое. Прозаическое обжорство. Лишнее. Не перерабатывается. Да это болезнь такая, там начинают говорить. Одно широкое кость, это широкий рот, а не кость. И что? Надо смотреть за этим. Лишние калории, которые не перерабатываются, они откладываются, как у медведя. Второе. На работе не раскочегарится. Вот у меня пища какая, я за месяц не знаю, на десятку съел или нет. Свою что-то, все где-то. На работе всегда работал. У меня выработка была в тресте, может на первом месте. Двести восемьдесят, триста процентов. Я строитель. Полы настелать, там все остальное от фундамента. Третья причина. Много спанье. Сон я у себя ограничивал. Два с половиной часа в сутки. Два с половиной часа. Дальше ниже попытался, организм не потянул. И четвертая причина. Человек никогда не взволнуется о чужом горе. А у меня воображение развито очень сильно. Где-то беда какая, я как будто с теми вместе помираю. До считывания жития святых, я говорил и плакал. И люди слушают и плачут. Вот четыре причины. У нас в природе толстых никого нет. У меня пять братьев было. Со мной пять или пять сестер. И отец, и мать. Вот причины какие, а то ищем две причины. Закрой, чтобы у тебя лишнего не было. Мясо из хлющи. Ничего горячительного. Ни пива. Ничего, чтобы у тебя не было. Ни домашней брашки. Нигде. Соблюдать все православные посты. И там написано, у нас есть книга, писем о православии. И там все сказано о посте. Какие люди. Растительное масло не положено. У тебя в начале детского лагеря был. В 45 лет сам лагерь основал. Тисячи детей подняли. И не положено, и дети не едят. У нас что-то другое, замена там как-то. Лично ничего не должно быть. И поэтому надо смотреть за этим. Как в Америке, там ленч, там завтрак, после завтрака еще что-то, потом где-то. Я один раз хотел сделать так, пампушки до обеда деть. А вижу, они уже хлебом кидаться стали. Не надо этого. Может быть два раза. Я смотрел у мусульман, может не везде. У них двухразовое питание. У нас трехразовое. Но если мы так работаем. Я вот тут как на работе вспотел, там кидаю. Или там отбой на молотке работал, когда бетонные сооружения разрушать. Спотел, и до вечера у меня пот, сапоги тищут даже. И вот я вот прожил 83 года, 84-й все-таки. Учитывая, что оттуда не прятался, где был, что со мной делали, как меня пытали, что я испытал в жизни, там подвешивали, тело раздували, вот так вот. И у меня не повредили они. 26 лет преследовала психиатрия. И в конце злоупотребления советской психиатрии я реабилитировал 4 января 1992 году. И последний раз вышел из заключения 25 марта 1987 году. Что там было? На морозе, в морозилке держали. У меня и бронхи, как тряпки. Живу, ни одной таблетки еще не съел. Почему? Господь Бог. Все это от Бога. И тело мое, оно мне послужило. Вот сейчас я говорю, в бане, поэтому если где-то отдельно голову отрежут, там, чеченцы или кто-то, и тело выбраться, то 83 года моему телу никто не даст. У меня ничего лишнего нету. Я как-то вышел из баня, кажется, я много занимался спортом, готовился стать террористом. С детства мечтал. Мечтал. Почему? Отомстить коммунистам за то, что был отец все рассказывает, как раскулащивали. Вот надо вложил Господь, как это все. Господь сказал, как сам, на тебя будут гнать, тебя будут убивать. И вот так все. Потом Писание, что я знаю на память где-то, от того, что эти места Писания, они меня захватили. Я живу этим. Не чужую историю рассказываю, а свою. Люди не понимают. А вот вы и хвалитесь. Написано, хвалящийся, хвалить Господом хвалящийся. И у нас здесь даже такое есть где-то. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Скажет, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою, дел моих, а не так, что спрячься меня. Город на вершине горы, сияющий всеми огнями, он не может спрятаться. И никогда этого не надо делать. Потому что личный пример увлекает человека. Он понимает, это все выполнимо, это возможно. И вот меня как судили, и как вот сейчас, 26-го, опять суд будет, что там деревья какие-то мы взяли. А какие дамбы делали, государственную работу делали. И это, которое выросло, это при нас, это наш урожай дал Господь. На 0,78 гектара выросли березки, и мы брали сколько надо, выполняя государственное поручение. Потому что 23 марта 92-м году под номером 47 было решение корпуса депутатов Алтайского края, пункт второй восстановить поселок Потеряевку. Это не табличка на повороте, а со всей инфраструктурой. И государство за 30 лет, нынче исполнилось, ни копейки не вложили. И поэтому мы все делали самостоятельно. В стране погублено 51 тысяча сел. Мы единственные на всю страну с нуля сами строим. Условия для того, кто поселяется, должны доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот этого нигде нет. Я вам в кровавой администрации сказал, регистрировали, когда устав вводили листики, они говорят, только у нас тут ни одного, ни другого. Статистика врет на каждом шагу. Женщины матерятся, мужчины всяко подряд курят. Вот и все. То есть у нас условия такие, что можно сказать, если человек исполняет, то многое в его жизни изменится. Вот вначале мы с чего? Володя, я сам простые вещи сами делаю. Сказали наклеить? Наклеить. Приехал в больницу, краевую. Врач оттуда сказали, головка оторвалась, загнила там вот там, все вспыхнуло здесь. Еще не доехали. Одну третью сейчас до Барнаула, 160 километров. Это 40 километров. Да, 160, где-то 53. Проехали мы до Рибрихи. И оттуда показали фотографию специалисту по этому делу. Говорит, ничего не надо. Думали разрезать, чтобы головку вытащить. Ничего не надо. Ну и вот, все, не надо. Сегодня сняли повязку. Господь это так сделал. Ну что, брат Георгий, давайте.